В соответствии с поручением главы государства о пересмотре задач и функций СПК с ориентацией их на поддержку бизнес-инициатив в регионах была создана рабочая группа по вопросу дальнейшего развития СПК, которой выработаны изменения в действующую концепцию. По результатам анализа текущей ситуации по деятельности СПК выявлены основные проблемы их функционирования. Первое. Отсутствие четкости и ясности в направлениях деятельности СПК. Сегодня СПК занимается большим кругом задач и программ, при этом не имеют конкретную специализацию, что приводит к смешению коммерческих и некоммерческих задач. Второе. Участие СПК в реализации государственных программ. В рамках программ «Занятость-2020», модернизации ЖКХ, создания стабилизационных фондов, гарантирования кредитов сельхозтоваропроизводителей СПК несут высокие операционные расходы и финансовые риски. К примеру, в 2011 году 12 СПК и в 2012 году 9 СПК завершили год с отрицательным финансовым результатом. Третье. Низкий уровень корпоративного управления. До сих пор ни у одного СПК не утверждены стратегии развития. Низка роль советов-директоров, принятие ключевых решений. Отсутствуют необходимые внутренние политики и регламенты. Слабо поставлена кадровая работа. Кроме того, в целом между СПК отсутствует координация деятельности, тем более сейчас, когда глава государства поставил задачу о развитии межрегиональной кооперации. Итоговые предложения по пересмотру задачи функции СПК выработаны по итогам семи заседаний рабочей группы, обсуждены с руководством местных исполнительных органов и СПК, а также согласованы с администрацией президента Республики Казахстан. На основании этого предлагается следующее изменение и дополнение к концепции развития СПК. Миссия и видение СПК остаются в прежней редации, так как концептуально соответствует поручению главы государства о том, что СПК должны поддерживать бизнес-иннициативы в регионах. Миссия СПК заключается в содействии социально-экономическому развитию региона на принципах партнёрства государства и бизнеса. Видение СПК – это региональный институт развития, эффективно управляющий активами и стимулирующий экономическую активность в точках роста региона. При этом необходимо изменить цель деятельности СПК. Если сейчас целью СПК является увеличение стоимости активов, то с учётом тех задач, которые поставил перед нами глава государства, целью СПК будет поддержка бизнес-инициатив и стимулирование экономической активности в точках роста региона. А увеличение стоимости активов, обеспечение безубыточности деятельности, так же как и создание новых производств, будут определены как одни из задач СПК. Кроме того, с целью усиления инвестиционной деятельности СПК предлагается возложить на них новые задачи. Привлечение в регионы отечественных и зарубежных инвесторов для реализации перспективных проектов, развитие инфраструктуры поддержки бизнеса, развитие кластеров в приоритетных отраслях, а также координация партнёрских программ вокруг крупных компаний, оказание инвесторам содействия в реализации проектов через долевое финансирование, участие активами, а также финансирование в рамках госпрограмм. Сегодня у большинства институтов развития отсутствуют региональные представительства. Работа ведётся дистанционно, поэтому СПК должны взять на себя функции по координации их деятельности. При этом отличием СПК от других институтов развития будет то, что СПК не только поддерживает инициативы бизнеса, но и сами могут инициировать проекты в соответствии с приоритетами региона, решая при этом вопросы финансирования и сопровождения проектов. СПК будет наделён правом недропользования на общераспространённые и на твёрдые полезные ископаемые регионального масштаба, чётко разграничив деятельность сталкентства МРУК в рамках его основных направлений. При этом доля СПК в проектах недропользования не должна превышать 49%. Главой государства 10 апреля текущего года дано поручение о разработке региональных карт развития с учётом основных специализаций регионов и формирования перечней перспективных и конкурентоспособных проектов, СПК будет активно включаться в эту работу. Условия участия СПК в госпрограммах должны соответствовать целям и задачам СПК. Бюджёт программы должен покрывать операционные расходы СПК. Риски адекватно распределятся между всеми участниками. Решение об участии СПК в госпрограммах принимается в соблюдении принципов корпоративного управления. Предусматривается поддержка проектов СПК через гарантированный заказ и инструменты государственных и отраслевых программ, в том числе через дорожную карту бизнеса 2020. Соответствующие изменения в программу ДКБ 2020 планируется внести уже в самое ближайшее время. Особое внимание предполагается уделить вопросам совершенствования корпоративного управления СПК. Для этого предлагается институциональное усиление через принятие стратегии развития в семье СПК, усиление совета директоров СПК, в том числе с привлечением иностранных менеджеров, с опытом работы в крупных компаниях, обеспечение прозрачности деятельности СПК через публикацию отчётов СПК и решение совета директоров и правления, организацию обучающих программ для руководителя СПК, принятие внутренних политик и регламентов в соответствии с типовыми документами, пересмотр кадровой политики с ориентацией на привлечение высококлассных специалистов и выпускников программы «Балашак», разработка планов оздоровления и принятие мер по финансовой устойчивости СПК. В результате реализации концепции СПК станут настоящими региональными агентствами развития. Исходя из этого, создаваемое Национальное агентство развития будет владеть 26% акций СПК. В целом предлагаемая концепция преследует ориентировать деятельность СПК на поддержку бизнес-инициатив, привлечение в регионы инвесторов, развитие кластеров и реализацию партнёрских программ в регионах. Благодарю за внимание.